В Югре продолжаются работы по тушению природных возгораний. На сегодняшний день в округе ликвидируют 7 лесных пожаров на площади больше 127 гектаров. 5 возгораний локализовано на общей площади почти в 116 гектаров. Кроме того, проводится работа по тушению одного ландшафтного пожара на территории Кандинского района. Напомню, что всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 130 ландшафтных и 206 лесных пожаров. Территорию округа постоянно патрулируют с воздуха. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Основная доля возгораний зарегистрирована на территории Кандинского района. Предварительные причины возгорания – грозовая активность, неосторожное обращение с огнем к населению и от линии электропередач. На тушение задействовано 73 человека и 3 единицы техники. План по авиации на сегодня – 10 самолетов и 2 вертолета. В марте этого года готовность объекта составляла 50%. Сейчас она оценивается в 75%. Напомним, фильтровальная станция включена в народную программу «Карта развития Югры». Это региональный компонент «Единой России». Представитель команды Югры, куратор проекта Наталья Петюкина регулярно следит за ходом работы на объекте. На постоянном контроле строительство новой фильтровальной станции у активистов местного отделения партии. Проект на постоянном контроле находится у меня. Мы постоянно выезжаем, контролируем, общаемся с администрацией по поводу этого. И администрация нам не отправляет ежемесячный отчет, где контролируется именно процентовка, насколько выполнены производственные работы на данном объекте. Сроки мы не нарушаем. Сроки не нарушаются, все идет по плану, поэтому планомерно движемся к подготовке к вводу в эксплуатацию станции. На сегодняшний день установлено 60 фильтров из 80. Сейчас подрядчик приступил к монтажу технологического и вентиляционного оборудования. Кроме того, проводится раскладка кабельной продукции. Осталось установить последние фильтры. В первой ступени будет засыпан песок, и сегодня мы получили первую машину кварцевого песка. А в фильтрах второй ступени будет засыпан активированный уголь. Сама схема обеззараживания предусматривает интенсивную аэрацию, дегазацию в модулях соответствующего назначения. Это станция промывочной воды. Когда фильтры заполняются, так скажем, грязью первой и второй ступени, то есть вода промывается, и станция промывочной воды, соответственно, срабатывает. Сброс идет, да, через эту станцию насосами перекачивает, она ушла на резервуары. После установки всех фильтров будет выполнена обвязка межмодульных трубопроводов, которая соединит все оборудование в единый цикл. Вся система, она будет выходить из фильтров и уходить в подполье. То есть вся трубопроводная обвязка будет выполнена именно в тех подпольях, да, чтобы никому не мешалось. В сентябре запланировано проведение пусконаладочных работ, которое позволит вывести станцию на тот режим, в котором она должна эксплуатироваться. По результатам пусконаладочных работ должны быть получены результаты исследования воды, лабораторные анализы, которые должны подтвердить ее качество. Станция будет полностью автоматизирована. Как утверждает подрядчик, сегодня проблем с поставками нет. Поэтому завершить все работы планируется по графику к 30 сентября. Дарья Горельцева, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». В детском саду Непоседы теперь, помимо основных занятий по физкультуре, есть дополнительное – интерактивный скалодром. На нем дети занимаются с большим желанием и удовольствием. К примеру, одно из заданий мультимедийного оборудования – помочь ракете побывать на всех планетах. Задача для ребенка непростая, но выполнимая требует ловкости, выносливости и координации движений. А это «Умный пол» – программно-аппаратный комплекс, создающий на обычном полу игровую зону с подвижными элементами дополненной реальности. При включении оборудования поверхность пола превращается в большой интерактивный экран, с которыми дети могут взаимодействовать в режиме реального времени. С таким оборудованием, конечно, работать очень интересно. Можно массу всего придумать. И ко всему этому ребенок развивается. Как известно, в таком дошкольном возрасте у детей основной вид занятий – это игра. И мы как раз-таки с ними очень активно играем, но в то же время и развиваемся. Дошкольное образование меняется вместе с изменяющимся миром. И потому внедрение цифровых достижений в игры и обучение детей становится неизбежным и необходимым. В детском саду Непоседы убеждены, чтобы подготовить детей к их будущему, в образовании должны использоваться самые современные инструменты и методы. Время не стоит на месте. Дети очень развитые. IT-технологии очень растут, что мы даже практически не успеваем. Поэтому мы приобрели это оборудование. И очень счастливее. Я давно мечтала о сенсорной комнате. Она очень интересная. Но о скалодроме – это мечта, наверное, любого ребенка полазить. Монте-Сори, может, не настолько интересно будет, а вот скалодром – это да, дети очень любят лазить. То есть много спортивного оборудования мы приобрели. Детский сад Непоседы благодаря президентскому гранту и гранту губернатора Югры смогли реализовать ряд проектов. Один из последних – «Ясли сад вместе с мамой». Анжела Менченкова, Александр Кузнецов, Нягонский телеканал. Специально для телеканала Югра. В Пытьяхе в свои права вступило северное лето. А значит, пришла пора озеленения. Улицы, площади и парки города украшают цветами. Радовать глаз пытьяхцев вплоть до самых морозов будут низкорослые однолетники, неприхотливые к особенностям местного климата. Петунья, гвоздика, бархатцы и цинерария. На прошлой неделе полностью завершена высадка цветов в озоны. Озеленять цветники подрядчик начнет после того, как Городостроительный совет утвердит представленные эскизы. По словам специалистов, организационные моменты займут не больше недели. Следить за тем, как будут чувствовать себя растения, будет подрядчик. Саженцы необходимо полоть от сорняков, поливать, ориентируясь на погоду, и подкармливать удобрениями. Начался период озеленения городских территорий. У нас объектами благоустройства в этом году выступает Центральная площадь мира, основные объекты. Сквер Сиверка, значит, сквер Сергея Есенина. Возоны расположены в сквере имени Виктора Рябихина. Также у нас будут выставлены возоны по улице Нефтяников. Возоны у нас размещены также в районе 15-го дома во втором микрорайоне. Ленинградская, 12. Старые плиты разбиты. Некоторые из них заменят. Бригады уже демонтировали бордюры, ограждения, люки. Ведется подготовка для укладки свежего асфальтобетонного покрытия дороги, тротуаров и благоустройства территории. На Ленинградской, 12. Мы планируем установить тротуарные пешеходные дорожки, подъезды к ним, велопарковки, новые лавочки, клумбы. Потом территорию мы стояночную асфальтируем, устанавливаем забор. А чтобы после ремонта все соответствовало стандартам качества, проезжую часть уложат в два слоя с разливом битумной эмульсии. Каждый отдельно уплотняется катками. Финишное покрытие построят с помощью асфальтоукладчика «Титан». Два слоя будет, выравнивающий слой, 5-7 сантиметров. От 3 до 5 основной. Никаких сложностей. Все идет своим рабочим ходом. В сроки успеваем, материал имеется. Но в шестнете, то есть это материал, проверенный временем, к технологии, проверенным временем, то есть как бы нареканий не было. И будем продолжать в том же духе. Где-то, может быть, и совершенствоваться. Теперь осадки Ленинградской не страшны. Вся вода будет стекаться в новые ливневые колодцы. Рабочие установили 5 дождеприемников. Компания «Дорстройсервис» выполняет работы в рамках соглашения о сотрудничестве между Лукоилом и правительством региона. Кроме того, главный поставщик дорожного полотна в городе рассматривает участие в муниципальном контракте. Рассматриваются тендеры на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по улице Мира, дома 19, 21, 31, которые должна выпустить администрация города Коголыма. Также рассматривается участие в тендере на строительство кольцевой развязки восточной, это в районе хлебозавода. Также администрация города Коголыма готовит тендеры на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог по улицам. Это будет несколько участков, какие еще пока не совсем определены. В планах у специалистов компании Дорстройсервис. На это лето также ремонт автодорог и мостов на территории месторождений Коголым и Повхнефтегаза. Юлиана Сотник, Евгений Скляров. Наши города. Неработающие пенсионеры окружной столицы бесплатно ездят на общественном транспорте. Такой льготой пользуются порядка 7 тысяч жителей Ханты-Мансийска. Город в рамках муниципальной программы развития гражданского общества предоставляет им социальные билеты для бесплатного проезда на автобусах. Это мера поддержки, доступной угорчанам, которые прожили в городе 15 и более лет. С наступлением летнего сезона пенсионеры также обеспечены бесплатными билетами на дачные и речные маршруты. Льгота действует до конца сентября, когда заканчиваются садово-огородные работы. В этом году бесплатные проездные до своих дач получили более 1800 ханты-мансийцев. В Нижневартовске особые люди. Не совсем такие, как мы. Это чувствуется. Писал в своих очерках советский журналист Альберт Лехмус. В далекие 70-е он буквально жил на Буровой в момент освоения самотлорского месторождения. Снимал нефтяников-первопроходцев и писал про их подвиги. Фотографии человека, влюбленного в северный край, вартовчане могут увидеть в Кровеческом музее. Здесь открылась выставка в объективе жизни. В комарином гуде, почти у дьявола на рогах, сидят у костра небритые люди в брезенте и в стоптанных сапогах. Палатка рабочая. Сесть и пригнуться. Приборы спецовки сплошной неуют. Спроси о романтике их, усмехнуться. Какая же к черту романтика тут? Ну вы им не верьте. Глухие чищевы не рубль погнал за родимый порог. Это романтика чистой пробы. Это романтика дальних и трудных дорог. На выставке представлена работа из фонда музея и личного архива семьи Альберта Лехмуса. Эти фотографии смогут увидеть вартовчане благодаря нижневартовской журналистке Ирине Черепановой. Она вышла на связь с родственниками популярного фотокорреспондента после того, как прочитала очерк Лехмуса «Самотлорские свадьбы». Очень многие помогали. Тюменские журналисты, кто знал. Московские. Собственно, семью помог найти московский фотокорреспондент Юрий Фекристов. Очень известный в стране журналист. И так потихоньку-потихоньку мы это все размазывали, размазывали. Это не моя заслуга, потому что я оттолкнулась от рассказа, опубликованного вот именно музеем. Но мне было настолько любопытно. Он фотокорреспондент. Он писал прекрасные очерки. И когда вот этот массив обрушился, вот вы сегодня увидите, я просто была поражена. Героиня очерка, которая потряс нижневартовскую журналистку, пришла на открытие выставки. Ее фотография располагается на одной из стен Краевического музея. Это где-то 74-75 год. Альберт приехал сюда. Был у нас дома, встречался с моими родителями. Они дружили, общались. Мы поехали на рыбалку. Вот история этого снимка. Это мы на рыбалке были. Он нас там фотографировал. В нашем регионе Лехмус работал в буровых бригадах Владимира Глебова и Виктора Китаева, оставив после себя уникальные снимки трудовых будней нефтяников. Сам он писал, что это работа мужественных, сильных, суровых людей. Он дружил с первопроходцами с Матлора, ездил с ними на рыбалку и бывал в гостях. Федора Митруйсенко, прототипа памятника Алёша, он называл «Аз бурового дела». Лехмус вместе с Крищиком жили у нас и на побои. Месяцами пока вот собирали материал, карди свой, вот, написали книжку, которую, книги, вот, про одну сказали, она у меня тоже есть, неопричительные письма, потом неоконченные забои. Я фотографии все Лехмуса и этого не подарили мне. Вот, мы жили, мы работали, они свои работы делали, мы свое дружили. Альберт Лехмус мечтал вернуться в Сибирь, делятся его родственники. Для них выставка в Краевическом музее – это дань памяти советскому журналисту. Вот такие вот шаги, которые предпринял город, это просто слов нет, насколько, 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 что это предлагает Альберт Лехмус. Он о таком просто и мечтать не мог. В год 90-летия. В год его юбилей, 90-летие попали его работы именно сюда, вот в центр его притяжения, в центр силы, его силы. И когда позвонили из Нижневартовска, и когда стало понятно, что помнят и нужно, просто нужно там, где это нужно, нужно в регионе, который действительно уникален тем, что он помнит свои корни, помнит, как это все происходило, чтит людей. И люди действительно здесь другие. Для нас это, наверное, даже важнее, чем для всех остальных, кто был на этой выставке. Выставка организована при финансовой поддержке депутата Тюменской областной думы Вячеслава Танкеева. Конечно же, меня это заинтересовало. Тем более, фамилии это я помню. В те времена я помню, потому что сюда очень много проезжало. А смена, это любимый наш журнал был, да. И, в общем-то, с удовольствием согласился. Тем более, такие помощники, как даже Ирина Черепанова. Да, она же там добьется, если захочет, что-то надо. Что такое фотография? Фотография – это дверь в прошлое, дверь в историю. И сегодня она для нас приоткрылась. И мы действительно видим, в каких сложнейших условиях, в каких тяжелейших погодных условиях приходилось первооткрывателям трудиться, приходилось искать ту самую нефть. Фотография, которая понравилась мне больше всего, называется «Байкальские льды». Здесь чувствуется сила природы. Провела маленькую экскурсию по большой выставке. Юлия Кузьмина, телеканал «Сматлор». Князь Гвидон, золотая рыбка, дядька Черномора, работник Балда и еще много персонажей запечатлели дети в своих рисунках. Сегодня участники смены художественно-эстетического лагеря Летней Академии Творчества путешествуют по страницам произведений известного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Луга морит дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Спасибо. Следующий диктор. Никита. Идет направо – лестник заводит. Налево – сказку говорит. Там чудеса, там леший гродит. Русалка на ветвях сидит. Дети рисовали героев пушкинских сказок, которые помнят с малых лет. Любимые персонажи разместились на общей картине. После поэтического часа ребята направились на пленэр. Сегодня для них занятие – нарисовать одуванчики. София Ойниц пять лет занималась в художественной школе. Девочка хорошо рисует, особенно природу. Навыки юного художника пригодились и в хобби, которым увлекается София. Больше всего люблю рисовать акрилом на одежде. Это очень интересно. У моей подруги был небольшой праздник. Я ей нарисовала на футболке небольшое аниме. Ну, ее в аниме. Просто у меня говорят, что я хорошо рисую всякие мультики, пишу комиксы. Лагерь «Летняя Академия Творчества» посещают 25 детей. В основном это ребята художественного и музыкального отделения детской школы искусств. Каждый ребенок проявляет свое творчество в различных видах деятельности. В летний лагерь детской школы искусств, летняя Академия Творчества я хожу уже в третий раз. Наверное, это мой последний раз. Так что для меня это память, а также дополнительное время для занятия пленэром и домашней работой по художественной школе. В этом лагере можно круто отдохнуть, побегать, познакомиться с новыми друзьями. И повеселиться, и порисовать, и поиграть. Воспитатели лагеря работают по своей программе, которая состоит из нескольких модулей. Сейчас реализуется первый модуль. Это природа родного края. Поэтому мы, пока нам позволяет погода, рисуем, рисуем, рисуем на натуре, изучаем строение соцветий, соотношение неба и воды в пейзаже, рисуем архитектурные, выполняем зарисовочки. Есть у нас на состояние. В общем, мы все берем из природы. В течение смены пройдут мероприятия, посвященные году наставника и педагога. Ребята примут участие в спортивных, интеллектуальных, творческих конкурсах, квестах, фестивалях. Инна Бугрова, Данил Герцович из Белоярского. Специально для телеканала Югра. И в дальнюю дугу уходит филот. Роккин, Денис, нормально. Не сказал бы я, что очень близко, но тем не менее, мы съемок в виду. Дрифт – это одна из самых быстро развивающихся дисциплин автоспорта в России. Нефтьюганск не стал исключением. Подобные соревнования в нашем городе проходят не впервые. У нас происходит просто грандиозный праздник. Весь регион, даже область, Хмао, Янао, Тюмень приехали на нашу площадку в Нефтьюганск, чтобы показать свое мастерство в пилотировании спортивных автомобилей. Мы продвигаем легальный автоспорт, чтобы он был безопасен и зрелищен, чтобы любой мог приехать на площадку и показать свое мастерство. В Кубке Северной дрифт-серии приняли участие 18 пилотов из разных уголков нашей области и страны. Среди них Виталий Федев – опытный пилот, неоднократный победитель соревнований в этой дисциплине. Организация «На высоте» очень радует доступность и правильность расположенности техпарка, зрительской зоны, зоны брифинга. Нефтьюганск – вообще замечательный город, замечательная площадка. Здесь проводятся и летние, и зимние соревнования. И мы из города Сургута с командой собираемся и постоянно участвуем во всех мероприятиях. Также пилоты отметили интересную конфигурацию трассы, отличающуюся от стандартной «восьмерки». Кстати, партнерами Кубка стали местные депутаты, предприниматели и члены молодежного парламента. Сегодня здесь на площади мы растянем большой длинный флаг, 150-метровый флаг России вместе с участниками соревнований, вместе с гостями. И тем самым, скажем еще раз, своей любви и преданности нашей Родине. В течение двух дней участники проявляли свое мастерство управляемого заноса, а приглашенные судьи из Тюмени и Нижневартовска выставляли баллы. По итогу призовые места заняли пилоты из Сургута, Мегиона и Тюмени. Важно отметить, что второй этап Кубка пройдет с 15 по 16 июля. Игорь Шмелев, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Сразиться в логической битве на черно-белом поле, разгромить соперника и насладиться вкусной едой. На набережной у амфитеатра состоялся первый турнир по съедобным шашкам. Я желаю вам всем удачной игры. 32 участника разных возрастов собрались в одном из шатров на набережной, чтобы сразиться в популярную настольную игру. Хотя все участники крайне азартные люди, для многих это как раз тот случай, когда главное не победа, а возможность потренировать разум, послушать музыку 90-х, пообщаться в компании единомышленников. Алена Олейникова участвует в турнире вместе с сыном Григорием. «Победа для вас важна или просто вы хотите с азартом провести время?» «Просто с азартом провести время с детьми». «Как давно вы играете в шашки?» «С детства. Детство всегда побеждало в шашки. Во всех турнирах побеждало». «Я пришел вкусно поесть и хорошо провести время». «Я выиграл первый раунд, а во втором, мне кажется, поиграл». «Как давно вы играете вообще в шашки?» «В шашки я играю, наверное, лет пять». «Ну, сколько побед на вашем счету было? Помните, нет?» «Не помню. Международный». «Часто играете?» «Раньше играл часто. Сейчас не знаю». «Но вообще сегодня уверенность в своих силах, что…» «Конечно». Правила съедобных шашек почти не отличаются от обычных. Главная особенность – участники должны внимательно следить за ходом игры. Вспомните хитрости, чтобы из отборочного тура 1,32 финала попасть в финал. Самое приятное в состязании – это, конечно, то, что в качестве трофея твой противник собирает всевозможные канапэ. Изысканные бутербродики любезно приготовили мастера ресторанного холдинга корпорации «Славтек». «В чем суть, в чем сама соль? В том, что мы играем с съедобными фишками. То есть там такие небольшие рюмочки с канапэшками. И если вашу фишку съели, вы ее забираете, соответственно, съедаете канапэшку. Мы считаем потом в конце игры, у кого осталось больше фишек, тот и считается победителем. У кого меньше, тот, соответственно, проигрывает, забирает все оставшиеся свои канапэшки. Ну и также еще сертификаты от кафе «Квартира 92» ресторанного холдинга «Душа Сибири». Я считаю, что очень классная идея. Кто не дошел до финала, не огорчился. Унес с собой дюжину съедобных призов. Очень понравилось. Жалко. Немножко сожалеем. Но рады за других участников, что кто-то из них выиграет сейчас. Итак, кто же победители? Третье место у Дмитрия Верещагина. Вторую строчку турнирной таблицы занял Макар Слайковский, один из самых юных участников интеллектуальной битвы. А абсолютная победа досталась восьмикласснице Анастасии Лыгиной. Так получилось, что я выиграла максимально неожиданно. Я себя не ожидала. Шахматами я не занимаюсь, но очень люблю эту игру. У нас в школе все шахматы, шашки. И при желании и времени на перемене мы играем. Анастасия учится в лице имени Пушкина, углубленно изучает английский и математику. Эльмира Казанина, телеканал «Самотвор».